Производственной компанией Ярославич создан весь комплекс блочной модульной техники для цельнозамкнутой технологии обработки почвы и посева. Это единственный комплекс в мире, полностью готовящий машин почву к посеву. Цель – создание требуемых условий для семян и роста растений при сохранении почвенной влаги. И посев и сохранение влаги осуществляются по идее Терентия Семеновича Мальцева, патриарха российского земледелия. Как это производится? По теории Мальцева, семена должны быть уложены при посеве на предварительно взрыхленную и уплотненную на глубине посева, создав семенное ложе. На глубине посева 4-5 см в основном. В южных районах, где засуха, это бывает до 6-7 см, а на мелкосеменных культурах, это бывает 2-3 см. Другие культиваторы с этой целью не справляются ни одной модификации ни одной страны мира. А мы это легко решаем. Как это решается? Предпосевная обработка бывает в двух вариантах. Это ранняя культивация и поздняя культивация. Это когда сеем в поздние сроки. При поздних сроках обязательно нужны стрельчатые рыхлители, потому что в это время появляются сходы сорняков, и их корневую систему необходимо подрезать. Вот в этом случае применяются вот такие рабочие органы, как здесь. А на ранней культивации вместо закрытия влаги баранами зигзаг сразу производим культивацию. В этом случае стрельчатые лапы не нужны в категоричной форме. Почему? Потому что лапы вытаскивают на поверхность поля несозревшие глыбы почвы. Они потом иссушаются и мешают в работе. В этом случае рабочие органы долотообразные, которые работают в основном вибрацией. И при вибрации почва с повышенной влажностью в ранние сроки не забивается, не залипает. И сорняки тоже, а также соломистые остатки не прилипают к рабочей поверхности долотообразного рыхлителя. Вот два таких условия. Следующие рабочие органы – выравниватель зубовый. Он подпружинен, под давлением. Такие выравниватели иногда, почти всегда, на зарубежных машинах ставятся впереди. И даже рыхлителей, конечно, это нельзя считать приемлемым. Потому что ещё не тронутое поле совсем. И взять для выравнивания – это нереально, это неграмотно. А мы же их ставим после рыхления легко. И выравнивают, и смещают почву. Он может быть зубовый, без зуба, но зубом лучше. И после этого идёт у нас винтовой подрессоренный каток «Барана». В зависимости от условий почвы и тяжести, сложностей, катки могут быть однорядные и двухрядные. Особенность катка, которая не присутствует ни в одной конструкции катков зарубежных комплексов. Ни в одном. Это винтовой заход. Винтовой заход осуществляет заход в почву для того, чтобы прикатывание семенного ложа сделать не наверху поля, а на глубине посева семян. Вот это очень хитрая идея, умная идея – это выполнение идеи Терентья Семёновича Мальцева. И при выходе, опять винтовой заход, при выходе, вытаскивает на поверхность поля сорняки в нитевидном состоянии развития, так называемых белых ниток. Их бывает на квадратном метре 100 и более, 200-300 даже, в зависимости от засоренности поля. Этот факт нам обеспечивает далее не применять гербициды для уничтожения сорняков. Что это даёт? Это даёт экономию себестоимости, а также экологическую чистоту продуктов от химикатов. Это очень ценное свойство. И главное, при выходе не только сорняк вытаскивает, но мульчирует почву, крупные глуби разбиваются, и создаётся покрытие над семенным ложем, так называемое одеяло, которое имеет выровненность до 100%. Отсутствует гребни, которые увеличивали бы площадь испарения, что делается при обычных способах. И мы получаем идеальную подготовку почвы за один проход агрегата, вместо закрытия баронами зигзаг, исключая эту операцию от подготовки поля. Это означает большая экономия. Например, операция баронования длится примерно одна неделя. И мы эту одну неделю списываем, экономим время, и сразу начинаем предпосевное прикатывание культиваторами с пружинными рабочими органами. Вот такая очень большая экономия. Мы сохраняем влагу, которая так нужна. И до середины июня, даже до июля, если не будут дожди, нам это не страшно. Абсолютно не страшно. Потому что накопленная влага, весной сохраненная, обеспечивает потребности. И, конечно, здесь нужно отметить тот факт, что, чтобы сохранить влагу, надо ее сначала накопить. А накопить нужно с осени, во время зяби, после зяби, глубоко рыхлителями, типа зубр, которых тоже наш завод выпускает. Они на глубоком рыхлении 40-60 сантиметров поглощают талые воды. Как сберкасса, сохраняем влагу. Этого нам очень не нужно. Достаточно. В настоящее время, когда эта операция осеннего влагонакопления не применяется, мы и не накапливаем влагу, и не сохраняем то, что есть. Создаем искусственную засуху своими руками. И потом чиновники жалуются, в этом году была засуха, природное несчастье. И оправдывает то, что купили зарубежную технику. Всему этому ставит конец машины производства Ярославич. Других машин в мире и в России не выпускаются. Но есть заводы, которые пытаются скопировать наши машины Ярославича. Но они эти тонкости, почему это достигается, не знают. Потому что они не испытывали, не изучали, не сравнивали. А мы знаем. Потому мы предлагаем всем купить наши машины. Они обеспечивают урожайность нашей машины. По всем показателям, в сравнении со всеми комплексами машин, которые поступают с Запада, прошли сравнительные испытания. Везде мы выиграли по всем функциональным показателям от двух до пяти раз. Вот это есть экономия топлива. Создание условий для урожая, сохранив влагу, накопив и сохранив. И исключив применение химикатов, вплоть до полного исключения. Даже без минеральных удобрений. И если органику применяем, органическая система земледелия, это единственное орудие приглашения этого. Недаром мы разговор вели по заданию президента Путина. Создаются национальные программы. И Петербург, Институт агроинженерных исследований, предлагает его включить, предложил уже включить систему производства. Включая также и машины для внесения органики. А также по заданию, по специальному заданию Тата Акрахима Республики Татарстан, Ярославича создали машину для внесения извести. Это ограничит, даже совсем исключит применение минеральных удобрений, которые относятся очень дорого и влияют на качество. И мы в этом случае таким комплексом вполне обеспечим производство зерна от 30 до 40 центнеров, а то до 50 центнеров. Другие комплексы такими свойствами не обладают.